Вопросы погодных прогнозов и климата образования в глобальном масштабе стали ключевыми пунктами большого мероприятия, которое на протяжении двух дней принимал областной центр. Здесь состояло 72-е заседание совместной коллегии Комитета союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды на повестке. Вопросы, связанные с улучшением взаимодействия гидрометеорологических служб Белоруссии и России. Такое сотрудничество может дать серьезные результаты. Климатические вопросы сейчас на повестке дня у всех государств, потому что климат не имеет границ, как вы понимаете. Чтобы адаптироваться к изменениям климата, надо эти задачи решать сообща всем странам на этой планете. Очень хорошим примером подслужит такое сотрудничество России и Беларусь. Почему? Потому что, во-первых, мы соседние страны, во-вторых, наша сотрудничество длится уже десятилетиями, и мы подадим пример остальным странам. Для того, чтобы говорить о диалоге в таком расширенном формате, сегодня есть достаточное количество оснований. Глобальная деятельность в сфере метеорологии и наблюдений позволяет выводить закономерности, влияющие на развитие и совершенствование экономических процессов, в частности, на структуру сельского хозяйства. Точные прогнозы могут качественно влиять и на подбор выращиваемых культур, на сроки уборочной кампании и, соответственно, на финансовую составляющую. В нашем союзном государстве появится новая программа, опять же, для улучшения жизни наших людей. Жизнь может быть опосредованна через помощь нашему народному хозяйству, сельскому хозяйству, прогнозам погоды для наших сельхозработников и для нашего дома, когда мы будем знать, что все-таки за окном будет завтра или через неделю, когда будет снег, когда будет гололед. Система научных наблюдений за погодой за последние несколько лет существенно поменяла свой формат. Например, благодаря метеорологическим радиолокаторам все работает в автоматическом режиме и важная информация поступает к синоптикам каждые 10 минут. Пять локаторов в аэропортах Минска, Гомеля, Витебска, Гродная, Бреста позволяют создать единое радиолокационное поле на всей территории Беларуси и объединяют информацию с радаров Белгидромета и сопредельных государств. Это лишь один из этапов модернизации, в частности, на белорусской территории. В городе Бресте, в городе Гродно в прошлом году были в аэропортах установлены локаторы. Была расширена сеть автоматических метеорологических станций. В текущем году мы модернизируем уже гидрологическую сеть и планируем в следующем году также продолжить модернизацию гидрологических постов в Беларуси. Большое двухдневное заседание представителей метеорологических служб стало очередной точкой отсчета для реализации совместных программ и проекта. Возвученные предложения для программы на 2022-2026 годы будут приняты к сведению, доработаны и включены в перечень мероприятий на ближайшие годы. Спасибо. 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 Спасибо.